Добрый вечер, мы продолжаем нашу учебу по книге Равку Хорота Чува, мы добрались до 10 главы. Запись включили, да? Да, включили запись. Мы добрались до 10 главы, до 8 и 9 абзаца. Настолько, насколько нам позволит свой номер. Значит, я бросил линк в чат. Всем желающим можно воспользоваться. Ну, мы начнем. Начнем с 8 абзаца. Очень просто понять, что невозможно преуспеть в тайнах Торы без Чувы. Ибо в отношении этих великих тем желания и понимания пребывают в одной связке. Когда понимание содержания предмета в соответствии с мощью желания добра, и когда понимают содержание предмета в соответствии с мощью желания добра, тогда возникают многочисленные идеи, общие и частные. Как прийти к нему? Однако там, где грехи разделяют, желание нарушено. И поскольку человек не поднимается внутренне к высшему желанию, и в глубине сердца он не придает серьезного значения стремлению к добру, в общем и в частности, из-за того, что он нагружен ерумом и нечистотой греха, из-за этого не может высиять в нем разум, и каналы постижения тайн Торы засоряются. Поэтому нужно весьма укрепиться в тшуве и прояснить желание для того, чтобы достовиться трезвого и ясного понимания высших предметов. Мы достаточно часто на наших уроках связывали мудрость и желание. И у нас был вопрос, мы постоянно говорили, что в нашем мире, насколько мы его знаем и понимаем, это не всегда связано, по крайней мере, неятно. А в нашем учении это постоянно было связано. Может быть, это относится только действительно к сокровенным тайнам Торы. А просто в мире, может быть, действительно, это, может быть, два несвязанных понятия. Может быть, не знаю. Но, по крайней мере, в постижении действительно сокровенных тайн Торы нам нужно действительно сделать шуву не как самоцель, а как для того, чтобы снять вот эту вот преграду, потому что там это уже объединяется, и там без вознесения, возвышения желания одна только мудростью не пробиться. Там нужно понимание душой тоже. На что я хотел бы еще обратить внимание, здесь мне кажется, Раф объясняет также, что такое желание, что такое Да, что такое желание, что такое высшее желание, что такое желание, которое нарушено. Про какое желание идет речь? Что это за желание, воля? И в глубине сердца он не придает серьезному значению стремлению к добру. Мне кажется, вот это вот желание, которое нам, про которое мы говорим, это воля, это воля к добру, это стремление к добру. И это то, то прелюдия, которая нам нужна для того, чтобы начать погружаться в тайны Торы и так далее. Без этого понимание будет еще одну пуск. По вашему позволению, давайте вернемся к началу отрывков. Очень просто понять, что невозможно преуспеть в тайнах Торы без Чувы. То есть, казалось бы, поверхностным взглядом это две совершенно разные вещи. Одно это учить тайны Торы, другое это Чувы. Чува это заповедь, учить тайны Торы совершенно нет. и так далее. Камер не имеет связь. Говорит очень крепко. Ибо в отношении этих этих великих тем, то, что вот я сказал, то есть, может быть, более низкие темы, там не обязана быть эта связь. Желание и понимание пребывать в одной связке. Что это за желание? Равнамо объясняет подробнее. В продолжении мы здесь понимаем, что воля, желание, стремление, в нашем случае, к добру и понимание глубин Торы, они очень сильно связаны. Когда понимают содержание предмета в соответствии с мощью желания добра, или Равнамо объясняет, что это за желание, тогда возникают многочисленные идеи, общие и частные, как прийти к нему, как это добро достичь. Естественно, разум, мудрость начинает быть как-то прорабом, который выполняет задачу. Вот у нас задача, нам нужно улучшить себя, нам нужно улучшить мир. Как это сделать? Естественно, ум начинает мудрость, начинает выдавать идеи. Как же это сделать? Если есть это желание, до мудрости. Однако там, где грехи разделяют, желание нарушено. Мое желание к добру, то есть, когда у меня нет грехов, нет проблемы, чтобы я стремился чистым стремлением улучшать себя, улучшать мир. В тот момент, когда я знаю, что я в чем-то не соответствую, то раб объяснял в предыдущих абзацах, что тогда, конечно, я хочу, чтобы там улучшался мир, улучшался я, но чтобы как-то оправдаться, первое, что происходит, это на самом-то деле не так уж и важно. Однако там, где грехи разделяют, желание нарушено. Я, конечно, хочу добра, но уже как-то не так сильно, не так напористо, не вот прямо сейчас и здесь, да? Поскольку человек не поднимается внутренне к высшему желанию, высшее желание, это как раз-таки желание добра, и, может быть, это еще желание более высокое, чем желание добра. Да. И в глубине сердца он не придает серьезного значения стремлению добра. То, что мы сказали, это, конечно, важно, но, видимо, это не настолько серьезно и важно по-настоящему. И это начинает быть проблемой. В общем и в частности, из-за того, что он нагружен ермом и нечистотой греха. Грех мешает, грех, это множество, которое человеку нужно. нести, в том числе, самооправдываться. Поэтому его стремление к добру становится менее мощным, более затушеванным и не таким серьезным. Он не придает, не сам не дает серьезности к своему собственному стремлению добру. И каналы постижения тайн Торы засоряются. Из-за грехов ослабляется желание, желание соединено с мудростью, соответственно, засоряются также каналы постижения тайн Торы. И здесь опять-таки видимо только тайн Торы, а более открытые части или какие-то понимания, какие-то мудрости, которые не связаны с Торой, может быть таки, мы можем отделить это от морали и сказать, нет проблем с великим человеком в какой-то области, но он может быть морально не совсем чистым. Поэтому нужно весьма укрепиться в тшуе и прояснить желание для того, чтобы достаться трезвого и ясного понимания высших предметов. Когда мы делаем тшу, желание, не просто желание, я хочу сейчас, я хотел раньше немножко мороженого, я хочу много и сейчас, желание к добру остается более ясным, четким и, конечно, более важным. Как понимать, что это то, что важно. Без местного понимания высших предметов. Ну вот, примерно так, восьмой абзац. Ну и теперь, как у вас принято, что вы хотите добавить, что понятно, что непонятно. Какие ассоциации у вас вызвал наш тренд? Да, пожалуйста. Можно, да? Да, конечно. Ну ассоциации какие вызвал? В принципе, как бы, ну вот лично мне это и так понятно было. И ассоциация только одна, что я убедился в том, что я в общем-то так и понимал это все. Что грехи засоряют тонал постижения, да, тайн. Что человек нагружен ермом греха, что нужно укрепиться в шуве, я так понял, чтобы достичь высшего как бы понимания вещей, да, ну и чтобы лучше Тора открывался. Ну в принципе, мне вот это было понятно. Ну что ж, отлично, очень хорошо. Большое спасибо. Кто-то еще? Натан, я хочу уточнить насчет высшего желания, которое там фигурирует. Мне кажется, высшее желание это рацион ильон, это в смысле желание Всевышнего. Конечно. То есть насколько человек хочет свое желание, свое желание приблизить к желанию Всевышнего, насколько он хочет поднять его и так далее. Я не до конца. Если вы имеете в виду в данном случае, что здесь я немножко напутался, если имеется в виду, что нужно собственное желание отменить перед желанием Всевышнего, мне кажется, в данном случае имеет, Раб говорит про немножко другое. Раб говорит про то, что мое желание к добру, оно как бы это отражение высшего желания Всевышнего. То есть это не противоречит, не желание, которое противоречит. Я свое желание хочу поставить на нем крест, а взять желание Всевышнего. Мне кажется, мы говорим о том, что желание к добру, которое внутри человека, это суть отражения высшего желания. Вот это вот это вот ну да, отражение. Только желание Всевышнего, да, оно может быть действительно выше тех слов, образов, понятий, которые мы говорим, что это желание к добру. Это может быть что-то еще больше. Но для этого у нас как бы нет слов, мы называем высшим желанием. Мне кажется, это Раф, имея здесь ввиду, что человек не поднимается внутренне к добру, что это есть высшее желание, это есть желание Бога. И хуже того, этому желанию к улучшению, к добру не придает. Поэтому серьезного значения соответственно у него засоряется здесь каналы понимания. Мне кажется, здесь вот да. Да-да-да, мне тоже кажется, что здесь не идет речь об устранении своего желания и полной отмене, а о том, чтобы приближать в смысле вот как по камертону настраивают струну, то есть насколько я восприимчив к этому голосу, к звучанию желания Всевышнего в моей душе и в мире, и насколько я подстраиваю свое личное желание к нему. То есть вот скорее вот такое направление. Что-то так, да, как-то так. Да, но безусловно ваше замечание, что высшее желание, это конечно желание Бога, это безусловно. Да. Ну а то можно я еще немножко поразглагольствую, да, вот, значит, просто у нас как-то все время проходит такая тема, что в высших материях важно соответствие мудрости и желания, а в таких не очень высших вроде бы как не так важно. А я сегодня подумала, что на самом же деле, что бы человек не изучал и всегда его мотивация и степень, насколько он успешно этот материал усваивает, они связаны. То есть школьник лучше учит тот предмет, который ему интересен, студент лучше осваивает ту область, которая ему интересна как бы и больше с его деятельностью, которой он хочет заниматься, например, связана. То есть мне кажется, есть связь все-таки между желанием и между, ну, скажем так, не мудростью, как уровень интеллекта, а вот включенностью какой-то интеллектуальной в данный момент, в данную тему. Есть она, все-таки на житейских уровнях тоже это присутствует. И там очень интересный такой был момент именно в этом отрывке, что если человек хочет добра, то у него появляется сразу, то есть ему подкидывают какую-то идею, и у него сразу появляется множество, множество разных следствий и каких-то конкретных уточнений именно практической направленности, то есть как достичь этого добра. То есть это одно дело, как какую-то мудрость, какую-то, скажем, научную область изучает человек, который в теме, и для которого эта область каким-то связана образом с практикой, или это изучает человек, который совсем не в теме, и отличает это как нечто такое мувшат, то есть нечто совершенно оторванное. просто как бы человек, для которого добро это его профессия, он лучше будет видеть, он лучше будет понимать то, что вот мы говорим высокие материи. Наверное, мне кажется, как бы здесь такая идея есть. Не, я согласен, что безусловно, если связь есть сверху, то она и внизу будет проявляться, но просто мне кажется, здесь то, что подчеркнуто, что когда мы изучаем тайны, это обязательное условие, когда мы изучаем все остальное, это, видимо, дополнение, это, видимо, желательно, но не настолько обязательное, и проявляться соответственно будет гораздо тоньше и меньше. Вы меня сейчас как раз навели ассоциативно, мы изучали другую главу сейчас, предпоследнюю, и у нас там тоже была идея, что даже если человек делает, чума состоит из трех этажей, есть этаж действия, есть этаж мысли, есть этаж желания. Этаж мысли это принятие решения, что вот я сейчас решаю, что то, что делать плохо, то, что я буду делать это хорошо, и давайте сейчас исправлять. Действие это попросить прощения, выплатить деньги, принять на будущее, да, это уже реальные действия, но есть еще корень всего-всего этого дела, это желание. Что такое желание? Это желание приблизиться к Богу, это желание к добру. И здесь Рав нам дает очень интересную идею, что даже если дшива сама по себе, она низкого уровня дшива, допустим, из страха. Да, человек боится, ему рассказали в подробности, какая-то самая большая там будет в воду сковородка там с шипчиками, и какой-то тяжелый огонь, он испугался и побежал делать дшиву. Так вот. Конечно, мы не пренебрегаем даже такой дшива, которая низкая, это хорошо и правильно. Но Рав говорит так, несмотря на то, что дшива на уровне мысли и действия, она низкая, дшива на уровне корня, на уровне желания, она всегда дшива из любви. Потому что начальное желание прийти к идее дшивы или пойти слушать того, кто мне в подробностях рассказывал такой противный ад, или такой хороший рай, это все-таки мое было желание к добру, но не было запятано какими-то там меркантильными скажем, интересами. Высший этаж он всегда из любви, даже если низшие, они менее высокие. Мне кажется, это немножко связано с тем, что вы сейчас сказали. А если нет, то мы украли из нашей будущей учебы один абзац. Хорошо. Кто-то еще хочет сказать что-то? Кто-то Если нету, давайте продолжим на девятый абзац. Так, я ставлю текст. Невозможно войти в духовный мир и взглянуть на высший свет, иначе как с помощью полный чудо. Ведь поскольку человек смотрит на высшее светило, открывается ему тут же сияние высшей святости в совершенной правильности и красоте. И непреклонное требование настигает того, также он должен быть охвачен этим сиянием и этой красотой, чтобы жизнь ему была укоренена в них полностью, во всех ее проявлениях. И тут же он видит дела свои и душевные качества и осознает их изъяны. И тогда раскаивание усиливается в нем. И он совершает полную лучевую зубь и в соответствии с силой принятого решения идти по доброму пути, достойному света чистого разума, которое особенно усиливается под влиянием от святотуры. И человек из сынов Израиля обретает только в ее учении глубину своей ответственности, настолько же он поднимается и укореняется в высшем мире. И без какого-либо внутреннего противостояния идут его мысли и светят. Духовные видения высшего постижения занятого тайными мира предстают перед его глазами в средоточии своего сияния в соответствии с уровнем его души и степенью ее подготовленности и в соответствии с силой ее мужества и подлинной духовной свободы. У меня ощущение, что Рав нам сейчас объясняет на немножко более практическом уровне, как же у нас работает предыдущая абзаца. Вот-вот у меня такое ощущение. Давайте еще раз вернемся к заключению. Значит, сейчас у нас уже этапы и как это просто как-то работает. Невозможно войти в духовный мир и взглянуть на высший свет. Иначе с помощью полной чубы. Но обратите внимание, здесь идет немножко по-другому. Ведь поскольку человек смотрит на высшее светило, открывается ему тут же сияние высшей святости в совершенной праведности и красе. Итак, человек, что называется, поднимает глаза наверх и размышляет о величии Всевышнего. Соответственно, в его душе открываются соответственно органы на восприятие этих тему этих материи и сверху ему спускается открывается сияние плечи святости в совершенной праведности и красе. То есть, вроде бы, первым делом человеку да, дают что-то постичь, понять, он сам начинает размышлять о величии Всевышнего. а это уже работает триггером с тем, чтобы запустить процесс швы, и человек мог постичь, углубиться в мысли о величии Всевышнего больше, лучше. так как начинает работать. И непреклонное требование настигает его. Также он должен быть охваченным сиянием и этой красотой, чтобы жизнь его была укорена в них полностью во всех ее проявлениях. Когда человек начинает рассуждать о величии Всевышнего, он начинает быть внутреннее желание, требование к себе соответствовать идеалу. Даже не, если я не совсем как идеалу, но соответствовать идеалу, то есть, как мы, по-моему, учили в каком-то другом месте, не знаю, уже не помню, впереди или сзади, что когда вот просто когда человек смотрит наверх, в сторону Бога, так получается, что на него приходится больше света сверху. И тогда его все пятна, они выпячиваются, становятся более заметными. Они не стали хуже, их не стало больше. У них просто из-за того, что сейчас мощная лампа на тебя стала светить, они стали заметны. и человек хочет тогда очень быстро очиститься у него. Желание возникает именно из-за мыслей величия Всевышнего, поднимая глаза наверх, хочет соответствовать сразу. До того, это не сильно мешало, а когда ты начал приближаться, это стало сильно мешать. выпячиваться из-за того, что сработало, ты поднялся наверх, дернул за веревочку и на тебя зажглась большая-большая вместо свечки у тебя прожектор большой, у тебя сверху. Божественное благо на тебя спускается. И ты понимаешь, что ты в грязных одеждах. Тебе хочется бегом в химчистку стиральную машину. Отшивая стиральная машина, конечно. Также он должен быть охвачен этим сиянием и этой красотой. Чтобы жизнь была укорена в них полностью, во всех ее проявлениях уходит в его жизнь. Соответственно идеал. Тут же он видит свои дела и душевные качества и сознает их изъяны, и тогда раскаивание усиливается в нем. И он совершает полную душеву из любви. душева мне мешает, то есть я вижу, когда я вижу свое несоответствие идеалу, это называется душева из любви. Это не называется душева для того, чтобы получить награду, избежать наказания. Это высшее душевое. И в соответствии силой принятого решения идти по доброму пути, достойному света чистого разума. Теперь у нас открывают скобочки, которые особенно усиливаются под влиянием света Тора, ведь человек из сынов Израиля обретает только военачивание для выносной ответственности. Скобочки закрываются, настолько же он поднимается и передняется в высшем мире. «Итак, здесь, как мы уже много раз отмечали, нет двухфазовости. Или ты сделал чего, или ты не сделал чего. У тебя здесь, ты в высших мирах, ты продвигаешься соответственно собственному желанию продвижения, усилия. ты немножко продвинулся, ты немножко укорнился в высших мирах, и ты немножко можешь там понимать. Продвинулся еще немножко. А если ты там укорнился еще немножко, еще немножко можешь там понимать, то в соответствии с твоим продвижением тебе открывают. Нет такого, либо ты сделал, либо ты не сделал. Если не сделал, я не воросок ты барахтался. Это крестик на тебе. А если ты сделал, галочка, Вот но он. Здесь не так. Здесь в соответствии к продвижению тебе открывается. Без какого-либо внутреннего противостояния идут его мысли. И светят. И духовные видения высшего постижения, занятого тайными мира, предстают перед его глазами, в сосредоточении своего сияния. Без какого-либо внутреннего противостояния я хочу на этой фразе немножко остановиться. Я сейчас изучаю Моамару Дорурава. Там Рава объясняет два уровня человека, народа, всего что угодно. Одно он называет эти слова война, завоевать. На иврите это Квиша. Это однокоренного с русским Квасить. Чего-то делать хорошее под давлением. Квасное, да, то есть закваска, квашеная, капусту квасим, мы кладем тяжелый камень и под весом, под грузом у нас выходят соки. Это одна работа. Человек, когда он на первом нижнем уровне, его работа, или там поколение, или народа, его работа с помощью такого вот закваски, да, работы под давлением, постоянная война со своими отрицательными качествами, ты постоянно сам с собой борешься. Соответственно, там, так же ты воспитываешь детей, ты их в рамки вставляешь. Нельзя, вот это надо, брось, хочу, хочу, да. И так ты достигаешь, продвигаешься, достигаешь добра. Потому что дикое животное составляющее человека, ее нужно как-то в ежевых рукавицах держать. Но пройдя этот путь, потом перед человеком вторым этажом открывается другой путь, где у него же нет войны. А даже если есть война, он уже, он не работает над тем, чтобы сломать или победить свои дурные наклонности, он их возвращает для работы, для служения Богу. То есть у него уже нет войны вообще внутренней, да. А если есть, то война совсем другая. Не борется с каким-то там противником, он его мигает, он его вербует к себе на служение всему. Мобилизует по-русски. Вербует, вербует, как в разведке, да. Я взял чужого шпиона, вместо того, чтобы расстрелять, я его завербовал к себе, и теперь он, оставаясь шпионом, работает на месте. Примерно вот так, да. И вот, мне кажется, здесь раб просто намекает на вот эту идею, когда мы говорим про жива из любви, это второй этаж. И тогда вот у него без его мысли идут без внутреннего противостояния. Я как бы, немножко украл из Мама Ардора пишет подпоколение, надеюсь, я закончу, пока я только тезисы пишу по этому поводу, я хочу перевести все, потом добавить из разных связных, как мне кажется, мест, из нашей книги, из других книг, и это будет, видимо, серия уроков, за день ничего не успею. Ну, посмотрим, потихонечку. И так идут ему мысли и светы. Духовные видения высшего постижения, занятого тайными мира, как мы видели в прошлом отрывке, предстают перед его глазами в сведоточении его сияния в соответствии с уровнем его души. Это уже отсюда не убежать. Есть разные души, есть разные люди. Кто-то может понять чуть-чуть, кто-то может понять широко. И степенью ее подготовленности вы должны в наших руках безусловно и в соответствии с силой ее мужества и подлинной духовной свободы. вот это же безусловно пришло. Текст куда-то делся. Не вижу текста. Текст, да, 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 это я. Я убрал текст. Потому что когда я говорил, я убрал текст. без какого-либо внутреннего противостояния идут его мысли и свет и духовные видения высшего постижения занятого тайными мира предстают перед его глазами в средоточении его сияния в соответствии с уровнем его души и степени ее подготовленности и в соответствии с силой ее мужества и подлинной духовной свободы. Итак, давайте как-то подытожим то, что у нас здесь было сказано. Я убираю текст. Мы сказали, что если сделать зум зум аут, да, зум ин, простите меня, то есть вначале мы сказали в 8-ом отрывке, что без швы невозможно достичь постижения Таин Тора. Здесь мы говорим, что это работает так, но это немножко идет сперва туда, потом обратно. Я сперва поднимаю глаза наверх на Тайны Торы, на мысли о величии Всевышнего и так далее. Мне приходит благословение Свет Всевышнего, из-за этого я понимаю, что я не соответствую как следовало был высшему идеалу и одет в запачканной одежде и соответственно бегом-бегу отстирываться. Такая стирка называется Чува из Любви и соответственно в соответствии с моей продвижением в Чуве в соответствии с величием, величиной моей души степенью подготовки Чувы, которую я сделал, у меня открываются мне еще тайны Торы, но, конечно, все-таки изначально триггер это мое желание эти тайны постичь, приблизиться, подумать про величие Всевышнего и так далее. У меня получилось как-то так, но вот как всегда я хочу опять вам вернуть микрофон, как вам ваш интервью. Мне интересно показалось мысли такие как бы интересные. Вопрос можно еще вот текст вернуть? Я хотел кое-что спросить, но сформулировать не могу точно. Пожалуйста. Где текст? Да, пониже. Девятый получается. А, вы видите, да? Да, 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 вижу. А, вот, девятый пониже, сейчас. Просто вот побежим бежатки. Тогда вот пожалуйста. Вот последний буквально то, что мы сейчас. Вот, да, 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 ага. так, еще пониже наверное, нет? Нет, это уже восьмой. Свобода это последнее слово, потом начинается размерочка. Ага. степень подготовленности вот это вот меня интересовало. Я не совсем понимаю, понял, что это вообще. Ну, как бы окей, значит, давайте пробуем объяснить, как я это понимаю. Уровень его души насколько я понимаю это данность. Это у кого что есть. степень его подготовленности это человек с математическим даром остался на уровне что он тут самое так сказать умеет устно умножать двузначные числа. Вот он удивляет всех этой способностью вместо того, чтобы раскрыть это, доказать там какой-нибудь там я знаю там теорему выучиться вложить в себя развить способность которая есть. Это подготовленная душа и теперь соответственно что такое подготовленная душа для евреев то, что Рам говорит это безусловно изучение Тора. Это может быть хорошие дела. Это как бы это потенциал который есть уровень души. но ее нужно раскрыть это нужно развить это степенью подготовленности в соответствии силы ее мужества и подлинной духовной свободы. Это все кстати можно взять и сказать шувак. У меня есть потенциал большой души. Этот потенциал запихали не знаю там в семьи алкоголиков потому что вот эти начальные условия видимо для тебя самое лучшее для развития этого потенциала. Нужно хорошо работать и грызть это самое гранит науке сильно и так далее. Это уже зависит от нас насколько мы продвинулись. Но может быть кто-то из наших слушателей может ответить на вопрос Кирилла Луччи Михаила или кто-то еще есть какие-то идеи что такое степень подготовленности души как-то можно понять Ширель может быть кто-то есть еще кого-то идея Я не знаю трудно сформулировать немножко но поскольку идет речь о раскрытии божественного в какой-то мере человеку то ну вот скажем например были школы пророков где пророков готовили к получению пророчества мне кажется это где-то немножко в этой области хорошо отлично то есть как более конкретно то есть я не могу так ну мне в принципе понятно то есть вы доступно объяснили спасибо информацию спасибо вам спасибо вам кто-то еще хочет что-то сказать или спросить уточнить потому что если нет то грустный момент приближается нам придется расстаться хорошо большое спасибо всем можно еще пару слов да можно если никто не хочет вот так прозвучал для меня этот отрывок как очень похоже на тот процесс через который проходит обычный такой большого вот который первое время когда он возвращается когда он открыл для себя что есть бог что есть тора и он то что говорится о род то есть какое-то вдохновение действительно посылается ему сверху и что-то открывается ему в первое время а потом уже в свете вот этого первого откровения он уже дальше должен двигаться сам то есть вот что-то мне напомнило это есть такое действительно все по крайней мере вот не знаю у нас в евреевской среде мне вот интересно действительно как это происходит на инох мне интересно послушать действительно вот много людей делятся такие действительно ощущениями что первые годы первое время у всех по-разному немножко действительно он получает такой действительно живёт в кредит, получает такой мотор турбо и действительно несёт кучу энергии, куча воодушевления и так далее. Хоть у меня это выгорает, но нужно работать всё на руку. Есть такой действительно процесс, этап, и действительно начинает этапы того, что я вам рассказал. Действительно, ты принимаешь глаза к небу, ты получаешь много света, ты с ним идёшь на собственном уже продвижении. Да, спасибо большое, Шире. Кто-то хочет поделиться из бныновых, как это вот работает, как вы это у себя ощущаете или это немножко слишком лично? Ничего по поводу урока, но я просто по поводу техническому поводу, что очень плохо всё слышно постоянно, очень плохо, очень сложно так предоточиться на теме. Окей, спасибо. Я не уверен, что я могу... У меня нормально слышно, просто у меня всё время компьютер вылетает, это ни с кем не связано. Нормально слышно тоже. Да. Окей. Ну, может, это мой компьютер, не знаю. А у меня даже два компьютера и оба вылетают, не знаю, просто какое-то наваждение. Да, меня тоже выкинуло ещё. Хорошо. У меня просто зависает весь компьютер, просто не извините. Вот я сейчас снова два включила, один уже завис. Отдельное большое спасибо Ширель за перевод на этот урок и на все уроки. Без Ширель я не только как без руки, как без ног, без головы и без языка. Так что огромное спасибо, Ширель. И большое спасибо всем, всем, всем. Ну, извините, так не получилось фактически участвовать, просто всё время не знаю, что будет. Сегодня нужно участвовать в каком-то общем разговоре, не знаю, что получится. Ну, спасибо вам большое. Извините, что так. Всем огромное спасибо. И до следующей встречи. А, стоп, секундочку. На следующей неделе, по-моему, я думаю, урока не будет. Мы уезжаем отдыхать. А в следующей Ширель, в следующей... На счастливо отдохнуть. Вот, большое всем спасибо. Спасибо. Спасибо, хорошего отдыха. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Пока.